Всех поклонников Laravel я приветствую на канале Каткод. Сегодня в выпуске. Авторизация в Laravel. Базовые знания разделения прав пользователей. Создадим простую ролевую модель. Поработаем с гейтами и полиси. Поговорим о их концептуальных отличиях и когда что применять. И воспользуемся всеми необходимыми методами работы с авторизацией. Пройдемся так сказать по основам. Что нам потребуется? В основе примера будем использовать админ панель из курса Laravel с нуля. Далее необходимо будет создать простую миграцию с таблицей ролей, где у нас будет просто название ролей администратор, менеджер и так далее. И связующую таблицу для связи belongs to many, админ пользователя и роли. Напомню, что такие таблицы создаются путем конкатенации названий таблиц в единственном числе связующих в алфавитном порядке. В нашем случае это админ юзер, нижнее подчеркивание рол. Далее мы создаем в админ юзер отношение к нашим ролям belongs to many. Кстати, ID здесь не нужен, timestamp здесь не нужен. То же самое, как и здесь. Два метода вот этих using и with timestamps. Это у нас пришло с другого урока, когда мы работали с апдейтом, где я рассказывал о нововведении touch и как он работает. В нашем случае эти моменты вы можете не использовать. Друзья, немного теории. В Laravel есть два инструмента по работе с авторизацией, по работе с разделением прав. Это гейты и полиси. Когда их стоит применять? Ну, скажем, как и здесь в документации указано, у вас есть кратсистема, есть пользователи и некоторым пользователям нужно запретить удалять записи, либо редактировать, либо где-то просматривать. Неважно, дать какие-либо запреты. И тогда на помощь нам приходят либо гейты, либо полиси. Когда, что нужно применять и что за что отвечает. То есть, по сути, это одно и то же, но гейты, даже как указано в документации, это отличный способ понять основы Laravel авторизации. Однако, при разработке более серьезных приложений на Laravel стоит использовать политики. Но, по факту, можно использовать смешанный подход, если вдруг вам нужен какой-то небольшой один метод по ограничению, тогда используйте гейты. Если же у вас политика на всю модель, на базовые eloquent методы, создание, обновление, удаление и так далее, то, конечно же, на помощь придет и будет намного лучше использовать полиси, политики. Еще немного примеров для понимания общей картины. Гейты у нас, даже исходя из названия, скажем так, ворота, у которых два состояния. Либо они закрыты, либо открыты. И пропускают в эти ворота только под определенными условиями. Скажем так, стоит охрана на входе и проверяет. А вот политики здесь уже более цивилизованный подход. В основе те же самые гейты, только правила условий входа объединены в общий устав. Давайте меньше слов, перейдем к практике. Друзья, напомню, что для примера мы будем использовать админку из курса Laravel с нуля. Роли я уже добавил в редактирование и добавление пользователей. Мы не будем затягивать ролик и этого здесь делать не будем. Но проект я выложу на GitHub для тех, у кого будет сложности, чтобы он посмотрел. Но в целом здесь несколько строк кода. Мы добавляем строчку по сохранению ролей и мы добавляем вывод ролей. Далее там уже в форме делаем чекбоксы с этими ролями. Давайте вернемся к авторизации. Начнем мы с гейтов. Хочу сказать, что объявление о регистрации гейтов и полисе у нас происходит в AUF Service Provider, который располагается в директории APP Provider. И здесь мы сейчас будем создавать гейты и смотреть, как они работают. На практике сейчас все станет ясно. Давайте создадим гейт со способностью. Для этого необходимо воспользоваться фасадом гейт и далее метод define. То есть мы объявляем новый гейт. Первым параметром у нас ability. Это, скажем так, способность, умение пользователя, на которое мы будем проверять и в случае чего не давать разрешения. Первым параметром значит название. Давайте вернемся еще раз в админку. Я забыл сказать, что вообще мы будем делать. У нас есть администратор. Давайте сразу ему установим роль админ и будем работать с разделом статьи. Для начала мы поиграемся с кнопкой удалить, редактировать. Будем ее показывать и далее также ограничим логику удаления и редактирования в контроллерах. Так, возвращаемся к гейтам, фасад гейт, define. Давайте начнем с удаления статей. Назовем способность delete post. Назвать вы можете как угодно. Главное, чтобы логически это было понятно. И вторым параметром мы передаем callback функцию, в которой будем как раз проверять, есть ли у текущего пользователя. Первым параметром передаем текущего пользователя. Устанавливаем аргумент. И вторым eloquent модель с постом, которую возможно также придется проверять, есть ли у пользователя способность на ее удаление. И здесь в теле нам нужно вернуть boolean, либо true, либо false. Давайте для начала, чтобы посмотреть основы, всегда будем возвращать false, то есть ни у кого нет способности на удаление постов. Далее мы перейдем во view, где у нас идет перебор всех постов, то что мы только что видели. Вот две кнопки редактировать и удалить. И давайте попробуем ограничить кнопку удалить. Для этого в Laravel в блейдах есть директива can, у которой первый параметр название способности, delete post мы назвали наш gate, нашу способность. И вторым параметром мы передаем обязательно это eloquent модель с текущим постом. Ну и как принято в блейде с директивами and can. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы видим, что кнопка удалить исчезла, потому что мы у этой способности везде вернули false. Давайте поменяем на true и увидим, что кнопка появляется. Давайте изменим логику на более правдоподобную. Сыграем с ролями у текущего пользователя. User. Отношение roles. Далее у нас уже здесь коллекция со всеми ролями. И давайте проверим, есть ли тот или иной ID в этих в этой коллекции. Воспользуем collection методом contains strict с более жесткой проверкой. Поле ID. Проверка на администратора. Администратор у нас ID 1. Manager 2. Видим, что кнопка удалить у нас все также на месте, потому что текущий пользователь у нас как раз администратор. Давайте изменим на менеджера и увидим, что кнопка удалить у нас исчезает. Давайте создадим еще второй гейт и поиграемся сразу с двумя гейтами. Создадим гейт на редактирование постов. Update Post. И здесь у нас логика будет точно такая же. Как, кстати, исправить такие дубли я чуть позже расскажу. Как, к примеру, для всех гейтов для админа выдать права на возможность исполнять эти все способности. Возвращаемся к View и кнопку редактировать. Также закроем директивой Can. И видим, что кнопок у нас больше нет, так как мы установили менеджера. Вернем администратора. Кнопки снова появятся. Как в таком случае, можно еще одной директивой немножко упростить и улучшить наш код. Есть еще директива CanAny, которая первым параметром уже передает массив с несколькими способностями. Мы можем проверить сразу в одной директивой на несколько способностей и Update и Delete Post. И в конечном итоге при обновлении мы видим, что все так же работает, но воспользовались другой директивой и немножко сократили код. Также можно использовать вместо Can, CanNot. То есть это у нас уже отрицание. Не может. И видим, что у нас появилось не может, но кнопки есть. Если он все-таки у нас может по логике, но мы проверяем на не может, то само собой кнопки пропадают. Давайте здесь оставим CanAny и проверим как было на два метода. Посмотрим, кнопки у нас появились. Но смотрите, какой момент. Во View мы их скрываем, но, к примеру, если мы у Gate установим, что только менеджер может удалять и редактировать, но мы уже перешли в редактирование, мы само собой все видим и здесь у нас никаких ограничений нет, так как мы Gate ограничились только во View. Как быть в таком случае? В таком случае мы переходим в наш контроллер, в метод Edit. Это как раз отвечает за редактирование. И здесь у нас есть несколько способов по ограничению, по авторизации в Laravel. Мы сейчас всеми ими воспользуемся. Посмотрим, как это работает. Начнем с контроллер метода, который есть по умолчанию. Afterize. This Afterize. Он работает так же, как и Can. Здесь первым параметром мы передаем строку с наименованием ability, способности. Либо, как в Can.any, передаем их несколько в виде массива. Давайте в данном случае у нас Update. И нам необходимо только проверить на одну способность редактирования. Update Post. И вторым параметром мы передаем текущий пост. Смотрите, еще такой момент, который я упустил. Здесь в Callback функции у нас есть текущий юзер и пост, который мы проверяем. Также вы можете себя не ограничивать и далее прописывать еще сколько угодно параметров. Active, например, там что-то еще не имеет значения. И уже здесь, и так же в Can в виде массива можно передавать несколько параметров на проверку. Ну, это я так, к примеру. То есть вы не ограничены только двумя аргументами у этой Callback функции. Давайте посмотрим, что у нас произойдет, когда мы воспользуемся методом Authorize, который приравнивается к Can во View, но немножко расширенный. Да, мы видим, что нас не пустили на эту страницу, и у нас выпал exception, и у нас в ответе 403 код с ошибкой, что вы не авторизованы. Да, если мы вернем в апдейт, что администратор все-таки у нас может, то страницу мы снова увидим. Но как быть в случае, если нам не нужно выдавать 403 exception, выдавать, закрывать страницу, а здесь прописать какую-либо свою логику? Для этого мы можем воспользоваться несколькими способами. Во-первых, опять-таки, от фасада Gate воспользоваться методом Allows, есть ли у него доступ к этой способности, updatePost. Точно так же, как и во всех предыдущих случаях. Первый аргумент у нас, какая способность, и далее обязательный аргумент, это eloquent модель с текущим постом. И далее здесь уже прописывать какую-то логику, если у него есть доступ. Если у него нет, ставим отрицание, то можем здесь выдать аборт с 403 ошибкой. И увидим то же самое, как и при методе AfterRise. Есть также у Geeta метод не AllowsAden, запрещено. И без отрицания у нас в конечном итоге логика у приложения будет точно такая же. Так, какой еще есть интересный метод у Geeta? Есть метод Inspect. И здесь мы уже с Geeta можем не в один метод, который возвращает либо True, либо False, а уже поработать как с объектом, у которого есть метод AfterRise, который сразу по умолчанию. Если мы воспользуемся им здесь, Gate AfterRise, в этот момент уберем, то это будет так же, как и с контроллер методом AfterRise, да и с AfterRise, но уже от Geeta. И точно так же здесь в объекте Gate у нас будут присутствовать методы Allowed, либо Denied, либо Code, либо сообщение, которое при этом у нас возникает, то есть 403 не авторизован. Все это у нас будет в этом объекте. Это еще один из способов, как работать с авторизацией через фасад Gate. С этим мы поигрались. Какой еще есть способ? Еще есть способ от текущей модели с пользователем. К примеру, мы авторизованы на Staguard Admin User. И у юзера у нас также присутствуют методы Can, которые были у нас в Blade. Директива Can также есть и здесь. И мы точно так же, таким же способом, первым параметром, передаем название способности и далее передаем текущий пост. И здесь, к примеру, давайте так же 403. Если не может, да, либо Cannot и отрицание здесь уберем. Если пользователь не может, то у нас 403 ошибка. Обновляем, видим 403 ошибку. В общем, это работает именно так. Мы рассмотрели с вами, как работает во View, в Blade, как работают в контроллере и, по сути, с гейтами. На этом все. Это базовый функционал гейтов. Есть еще один интересный метод, о котором я хотел с вами поговорить, как раз когда для админа нам доступно все. Это метод before у гейта. И здесь мы можем выдать, что если текущий пользователь у нас админ, то ему будут доступны способности на все гейты. Да, ничего не поменялось, само собой, потому что я before сделал, но убрал наши гейты с апдейт пост, к примеру. Давайте вернем апдейт пост. Поставим, что апдейт пост у нас разрешен только для менеджера, но при этом создадим также правило о том, что все гейты для админа разрешены. И давайте посмотрим, как у нас будет работать. Мы видим, что нас все равно пускают на редактирование, так как мы админ. А если мы это правило уберем, то нас как админа, а правило у нас для менеджеров будет запрещено. Вот такой вот еще интересный метод. Друзья, материал по авторизации получился объемный. Не хочу вас перегружать, поэтому разбил этот ролик на две части. В следующей части мы уже разберем политики, полисы, поиграемся с ними. С гейтами у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, все было понятно. Если вдруг нет, обязательно пишите комментарии. Ну и в любом случае, пишите комментарии. Это тоже поддерживает канал, помогает ему в развитии. На этом все. Ждите вторую часть. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах.